Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Олег Саин, компания Огрожиловния. Мы представители немецкого завода КВД, который находится в Германии, который изготавливает агрегаты и комплектующие по технологии Култан. Кто не в курсе, технология Култан это внесение жидких азотных удобрений путем инъекций в почву. Сегодня 13 мая, мы находимся в Запорожской области, сегодня мы находимся на поле озимой пшеницы. Здесь у нас опытное поле, здесь порядка 50 гектаров. Как фермерское хозяйство своими силами произвели этот опыт. То есть, сначала поле сделали по технологии Култан, серединку сделали традиционным методом, как они делали до этого, и дальше сделали по технологии Култан. Прямо за моей спиной граница опытного участка. Я не знаю, как на камеру видно или нет, разница в цвете озимой пшеницы, но с аэросъемки это очень хорошо видно. Хотел рассказать немного о опыте, как традиционный метод использовалась селка, носили аммиачную селитру, и технологию Култан носили просто КАЗ, крабомидно-аммиачную смесь. В дозировке в действующем веществе азота это было одинаково. Поэтому сейчас мы взлетим квадрокоптером. С аэросъемки, как обычно, лучше видно цвет растения, сдалека. И с аэросъемки мы увидим, есть ли азотное голодание у растений, либо нет. И финальным этапом мы приедем на это поле во время уборки и уже увидим по цифрам, какой был прирост, был ли прирост, либо не было прироста. Увидим результаты. Когда мы приехали на это поле с фермером, какую обратную связь он дал. Когда внесли в один день и Култаном, и Сиелкой, то он увидел, что через несколько дней, буквально, там где вносили Сиелкой аммиачную селитру, очень хорошо выглядела пшеница. То есть цвет ее стал темно-зеленый. На технологии Култан он этого не обращал. На сегодня прошло уже порядка трех недель после внесения, и он на этом поле до этого не был. Мы вместе сюда приехали, и он удивился. Он говорит, буквально через несколько дней, там где вносили аммиачную селитру, намного картинка была лучше, нежели там, где вносили по технологии Култанкаса. Но сейчас явно видно разницу даже не с высоты птичьего полета, а с дороги. А теперь я объясню, почему именно так происходит. С технологией Култан, либо с традиционным методом, когда мы работаем по листу, работаем разбрасывателем, опрыскивателем и так далее. Когда мы вносим аммиачную селитру, она имеет нитратную форму азота. Нитратная форма азота очень быстро и легко впитывается. То есть растение начинает скажем так, пожирать азот, да, и очень быстро начинает вегетировать. С технологией Култан немножко обратная ситуация. Когда игла прокалывает грунт и вносит депо удобрения, то есть вложит депо удобрения, банк удобрения, капля, как вам угодно будет, чтобы всем было понятно, то корневая система, она не мгновенно реагирует и питается с этого депо. То есть доступным азотом, нитратной форме, да, это происходит практически мгновенно. Растения начинают питаться с этого банка удобрения постепенно. За счет того, что банк удобрения концентрированный, потому что междурядье, кстати, хотел сказать о том, что здесь на этом поле использовалось междурядье по технологии Култан не 25 сантиметров по стандарту, как мы привыкли, а 35 сантиметров. То есть здесь фермерское хозяйство, они экспериментируют с шириной междурядья, да, вот. И сейчас мы взлетим квадрокоптером, кстати, посмотрим, нам тоже будет интересно, есть ли голодание, есть ли пропуски, то есть всем ли растениям хватает азота. Кстати, здесь междурядья посеяно 19 с половиной по азимой пшенице. Получается, что когда формируется депо удобрения в почве, то корни растения начинают тянуться к этому депо и просто питаются, то есть берут тот азот, который им нужен. За счет того, что депо удобрения, оно концентрировано между ряде 35, в данном случае, расстояние между иглами 14 сантиметров, то есть весь этот каст, который мы опрыскивателем привыкли вносить равномерно, он весь концентрируется в одном банке удобрения, тем самым он намного дольше выдерживает нитрификацию в почве и тем медленнее он переходит с амидной в аммонину, с аммониной в нитратную форму. Тем дольше он хранится в почве, тем дольше он кормит растения во все фазы роста и это происходит постепенно, не так скачками, как мы привыкли, традиционным методом. Дали селитру, в рост резко пошла, закончился азот от селитры, растение не так активно развивается, фермер увидел, что не так активно развивается растение, зашел опрыскателем, дал касс и происходит такой же эффект. Опять оно начинает расти и опять останавливается, потому что недостаточно азота. С технологией Култан обратная ситуация. Это депо удобрения, оно находится в почве, растение потихоньку его истощает и, как показала практика, этого депо удобрения хватает до уборки, то есть растение не испытывает азотного голодания и тем самым дает максимальные результаты. У нас есть еще один профессиональный инструмент, который позволяет определить, как развивается растение, достаточно ли ему азота, сколько азота при корневой зоне и сколько азотов в самом растении. Этот прибор называется Энтестер Яра. Давайте сделаем на технологии Култан 30 тестов и сделаем на традиционном методе и я вам покажу результаты. Поехали! И делаем тест. Итак, дорогие друзья, на участке с технологией Култан значение Энтестера у нас 643. Ну, исходя из таблицы Энтестер Яра, это ориентировочная урожайность 64-65 сантиметров. А теперь перейдем на участок, там где вносили аммиачную селитру с запомнили значение 643. Посмотрим, что будет там. Ну, здесь, конечно, она желтее явно. Итак, дорогие друзья, сейчас мы провели анализ прибора Энтестера Яра, там где наносилась аммиачная селитра с помощью селки. Значение у нас 579, то есть это ориентировочная урожайность 58-57 центнеров. То есть, ну, судя по растению, очень сильно видно разницу между технологией Култан по самому листу, естественно, и по традиционному методу. Это нам доказывает прибор Энтестер Яра, то есть в том у нас значение было 643. Исходя из этих показаний, то ориентировочный прирост урожайности на технологию Култан будет порядка 6-7 центнеров. А это уже очень хорошая окупаемость технологии Култан. На сегодня у нас все, дорогие друзья. Встретимся уже в другой области. Мы сейчас сделаем промежуточные исследования на полях. Это у нас не первый выезд и не последний в этом году по вегетации, поэтому сейчас поедем в Одесскую область, Тернопольскую область, Хмельницкую область. Посмотрим, какие результаты там. Если успеем, мы сейчас заедем в Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую, Киевскую. Ну, это если успеем. Ну, следующим разом обязательно мы все поля эти объедем и покажем вам, какие результаты мы получаем с помощью технологии Култан. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok